Субтитры сделал DimaTorzok А ось и наша чаревна гостя, вокалистка гурту «Гарчица» Алоиз. Привет тебе. Дуже рады тебя видеть на нашей программе. Ось цей закамуфливанный автомобильчик, тебе нужно отгадать. В конце программы ты можешь назвать его марку, серию номер кузова, номерные знаки, рік выпуску и пробег. В тебе есть водительское посвящение? А каким образом номерные знаки должен быть? Не знаю. Единственное, что мы сейчас заберем твои права. Ось права мы забираем до начала программы. В конце, если ты не скажешь правильный вариант, эти права остаются в программе. У нас есть некоторые знакомые в Деснянском районном управлении ДНК, поэтому эти права остаются пока что у меня. Единственное, что я могу сказать тебе, мы готовились к прийому группы «Гарчица» и Алоиз. Мы переглянули на сайте «Гарчица.com». Ваш райдер, технический райдер, очень простой, это двигатель 1.6, это дизельный двигатель, это 115 кильских сил, это переднеприводный автомобиль и это довольно просторный салон. Он другой, ты можешь сказать, ты сама. Единственное, что по по-будовому райдеру, мы тут дуже добре подготовились. Ось, все потребно будет, это реально мы взяли с сайта «Гарчица.com». Значит, гримерная комната. Значит, группе требуется одна отдельная просторная гримерная комната. Вот она, просторная гримерка. Гримерка должна закрываться на ключ. Вот. Закрывается на ключ. И гримерки должны находиться в том же здании, где проходит концерт. На чайце. Концерты группа «Гарчица» давала на чайце. Да, несколько раз на фестивале. Сегодня по фестивалям и мы в программе «Автоакадемия». Алоиз, Володя Степчук, мы седаем за корму. Зараз спробуем хотя бы по простору, по корму в салоне вызначить хотя бы краину воробника. Прошу за корму. Я поухаживаю как мужчина. Так, прошу. Будь ласка. Спасибо. Подлаштували. Да, вот воно электронное управление сбоку. Я думаю, что так достаточно нормально. Так нормально. Что по салону? Зараз я сяду на пасажирское переднее сиденье. Мы визначим, але поки еще скажу одно. Багато хто, сотни тысяч листей приходят в программу «Академия» с единым запитанием. Где же дикцы Сережа, Валочек? Единому можем сказать точно. Не хвилюйтеся. Особливо Ирина с трьема детьми. Сережа пішел выносить смятя во Франкфурт. Він повертається прямим рейсом «Франкфурт-Чайка» и будет тестовать еще один гарный, яскравый, червоный автомобиль. Дивите далее. Ну, наша гость такий самый нудный водитель, как и я, потому что мало пошкоджений, навіть нема про что размовляти. Единственное, что я уже встег попрацювати рихтувальником, трошки вправил, поставил на место туди, на ось ці зашморги, ось цю пластиковую деталь, яка була трошки, они бы вышла из пазов, но это, я думаю, стается сразу после любого, более-менее, небольшого контакта. Это не смертельно, очень нормально, невидимно. И до этого у нас результат контакта с бордюром, або может... И очень интересно, до речи, есть вот тут и вот тут две таких невеликих мятины, ну, потому что я думаю, что... это был лежачий полицейский, которых было двое поруч. Ну, не смертельно. Так, что мы сподіваемся побачить в багажнику? Зброю, наркотики, гроши. Гроши? Погляньте, сколько? Погляньте, сколько тут грошей, насправді. Я сейчас даже скажу, сколько. 10, 15, 20, 25, на копеек 60. Это, мабуть, такой оберег, я думаю, что можно подивиться, погляньте. Ось воно все. Змінное взуття. И вот такие плечики, которые вешаются на спинку переднего кресла. Но сколько тут грошей? Так, сколько же у нас кинских сил? Написано, что до... Ну, добре. В любом случае, это много. Я так понимаю, что это 2-литровый двигатель, 150 кинских сил. Плюс-минус, может, из автоматической трансмиссии. Проте я не помню, что тут стоит варіатор и у нас есть несколько вопросов. Тебе важно за 2-3 секунды дать ответ. Будь-яку, главное, дать ответ. За количество правильных ответов мы визначим, если ты домой на своем автомобиле, или на маршрутке. Поехали, паше за питание. Какая максимальная скорость разрешена в городе? 60 км. Правильно. А кто по национальности пилот чемпионата мира по ралли Александр Сальюк? Не знаю. Не знаю. Россиянин. Россиянин, Сан-Габриэн. Сотрати ведучий нашей программы, Вин Украинец. До мозга костей. Трати за питание. Назови хоть одно косметическое средство ухода за автомобилем. Хоть одно. Влажные салфетки. Отлично. Что, протрить поршни своей влажной салфеткой. Отлично. Почему маршрутки Богдан так называются, а не желтого цвета? Я не знаю. Может быть, честь Богдана Хмельницкого, а желтая, потому что это городской транспорт. Нет, нужно спросить директора завода Богдана Богдановича с желтым лицом. Мы и голодали. Сколько багажников в автомобиле Порше 911? Сколько багажников? Я думаю, что должен быть один. Два. И спореду и заду. У него двигун заду растошеванный. А куда ехать? Куда ехать? Налево, налево, налево. Вот сейчас ты себе, Луис, находясь за кормом автомобиля, задает себе такое запытание. Куда же ехать дальше? Пока еще мы катаем из печати. Что означает в автомобиле подвести губки? Подвести губки автомобиля. Без понятий. Готовить предпродажные подготовки. Предпродажные подготовки. Готовить продажи. А кого на дорогах называют папуасами? Тех, кто голосует. Единственный вариант. Это работники госортических акций. Интересно. И что означает шлифовать на машине? Может быть то, чем мы сейчас занимаемся? Мы шлифуем. Мы шлифуем на машине. Нет, шлифовать это трогаться с пробуксовкой. С взгляда на то, как ты правильно ответишь на все вопросы, которые стоят в безопасности автомобиля. Абсолютно не разбирайся в том, как ездить небезопасно. Я могу сделать выяснение, что ты очень степенный, очень повильный, сразок водительской безопасности. Или это не так? Это правда. Это правда. Хотя иногда я замечаю за собой то, что я несусь на какой-то бешеной скорости и думаю о своем вообще. Но вовремя успеваю это заметить. Какую музыку слушаешь в машине? Чего загори и слушаешь? Ой, я разнообразную слушаю. Даже слушаю свою. Могу писать песни за рулем. За рулем писать песни? Ну, а если хочется. Для госавтоинспекции, мы сказали. Это правда? Прямо на руле я уже посадил. Нет, ну правда. Правда? Правда бывает такое, что приходит какая-то мысль в голову и нужно срочно ее как-то вкормить в песню. А еще, когда пробки, я учусь джазовому вокалу. У меня есть учебник, аудиоучебник по скету. Скет – это вокальные импровизации такие. Элла Фиджеральд очень любила исполнять. Так что я с пользой провожу время везде. Ты очень сильно любишь исполнять? Исполнять как водитель. Как водитель, да. Как водитель. Я люблю вообще исполнять. А какие уже подвиды исполнения зависят от настроения? Горчица лайф-проект. Просто горчица. Я чему-то называл горчица лайф-проект. Но это правда, это горчица. Что-то изменилось, у кого-то сольные проекты, кто-то приобрелся за 100 евро, а я не знаю, что осталось. Сначала мы назывались горчица лайф-проект, чтобы вот козырное появиться в нашем украинском шоу-бизнесе. Потом мы начали спевать под панеру и лайф-проект или под саму саму самую? Нет, нет, никакой фанеры. Просто лайф-проект стала... Во-первых, его пишут всегда с ошибками наши прекрасные. А какие бывают варианты? Ой, через... Ну, и говорят, горчица лайф-проект или... Лиф-проект? Столько вариантов уже было. И надеяться на грамотность людей. Почему-то вот мы разочаровались в этом. И поэтому просто сократили до горчицы. Я не удивлюсь, если в будущем это будет писаться вообще... Просто гор. Просто гор. Просто чіца. Давай повернемось до нашої автомобільної загадки, в салоні, в котором мы сейчас находимся. По якості виконання салону, вот, ти ездила на японских автомобілях, там, немецких автомобілях, на старинных, на рікшах, на индийской техніці. Яка країна може бути виробника? По якості виконання, я не знаю, по дизайну, по інтерьеру? Ну, я скажу сразу честно, що я далеко не експерт автомобільних діла, честно говоря. Особенно, що касається страни-производителям. Просто в Україні ми потім будемо розуміти, які автомобіли виробляють в Україні. Це дуже важливо. Я вижу, що це качественні автомобіли і, собственно, все, що я могу пока сказати. Рече, в цьому автомобілю у нас є панорамний дах. Зараз ми якось спробуємо його. А, о, дивись. Оп. Ні-ні, ти на дорогу дивись краще. От, відкривається нам. Нам тепер все видно. З комплектацією в цьому автомобільчику механічна п'ятиснопонава коробка передач. Це дизельний двигун на 115 кінцьких сил. На твоєму автомобільчику приблизно скільки він є? Ну, літрів 10, 15, 20. Я думаю, що на трасі він є менше, але у місті, коли пробки є, мабуть, всі 12. 12. Це 2-літровий двигун. Це 2-літровий бензиновий двигун. Цей в неекономному режимі є максимум 6 кінцьких. А хто в нас є? Немці, французи. Французи, італійці. Ну, шарму багато. Чув, так, мягкость в дизайну. Вот, що я хочу. Мягкость в дизайну. А ти кажеш, що ти ще не автомобільний експерт. Мягкость в дизайну. Острість, блондиністость управління автомобіля. Це та академія. Але це сьогодні наша гостя. Це може бути або Італія, або Франція. Інтуїція, жіноча. Що вона підказує? Мені підказує вона те, що це може бути француз. Француз. Що таке француз? Значить, ми зійшлися на варіанті. А, що це француз. Б, що цей француз. Скоріше за всього Рено. Или Пежо. Рено, або Пежо. Ну, точно не Ситроен. Може би, Ситроен. Кілька в тебе було варіантів. Я думаю, що це либо Рено, либо Пежо. Либо Пежо. Тобто Ситроен ми відкидаємо. Ну, тобі треба визначатися. Варіант А або варіант Б. Поверь за обличчя нашого оператора. Вова, ти зараз будеш розуміти, чи це варіант Рено, чи це варіант Пежо. Или все-таки Ситроен. Или нет. Или все-таки Рено, или Пежо. Давай, визначайся. Барабанный дріб. Ну, що це може бути? Це, це права. Забираємся. Права уходять. Я думаю, що це, ну що ж це? Ну, або Рено, або Пежо. Я думаю, що Рено. Рено? У нас з неба, з франкфуртського неба, впала підказка. Підказка, її не забираю нас, Коля. Вот вона. Пежо. Це гонорар Сережи Волошенко за одну програму. 308. Якщо ви знаєте, чого, напишіть нам, а краще намалюйте. 308. Це підказка до нашої програми. Я думаю, що це Пежо. Це Пежо, який називається Пежо 308. Гор, дергадала. Бурхливі опуски. Молодець. Вітаємо тебе. Ти, справді, відгадалася, що це Пежо 308. Ми повертаємо тобі твої права категорії В. Все одно вони не дійсні. Натримайся. Ти не похожа. В житті ти краще. Вот. Ну, тепер найцікавіший момент. Це момент, якого неодружені чоловіки чекають після весілля. Ну, а всі гості програми в Академії в кільці, аби дізнатися, що ж це за машинка. Зрвем одежди. Вот він. Красивий французський льовушка з тепер вже зміненим шильником. Це справді Пежо. Тепер підемо, дізнаємося, чи це 308. Раз. Два. Апчки. Три. От так от. Це Пежо 308. Красава. Ми тебе вітаємо. Вгадала. З першого разу. Підтвердила. Незважаючи на кольор волосся, то що ти можеш вважатися справжнім автомобільним. З вашою допомогою. Дякуємо тобі. Ти що питала гостю нашої програми. Приїжджайте вже в повному складі. От, можете зіграти ще один концерт на чайці. Всі технічні побутові райдери ми витримуємо до останнього нюанса. Дякуємо тобі. Прощаємось. До побачення. Ось і наш німецький друг із Франкфурта. Гутенабен. 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 Які у нас новини? Ну, не втішні новини. Верховна Рада вже приймає закон для того, щоб заборонити носити камуфляж в будь-якому вигляді. Так що це ставить підпитання. От, багато речей. По-перше, я не знаю, як тепер будуть фанати збиратися на концерти групи «Любе». Ага, і я думаю, що слово «хак» взагалі буде переглянутися до мату. Тобто, якщо я зараз кажу слово «хак» – це нормально, а слово «хак» – це заблюрять, правильно? Ні, слово «хак» ще звучить ні слово «хак». Так що, я думаю, в будь-якому разі воно не буде переглянутися до мату. А що буде взагалі з нами? Жирьош, ну, попри всі невтішні новини, я маю тебе чим порадувати. У мене трошки лишилось. Слухай, на цього ж не вистачить на наступну автокадемію. Ну, покамуфлювати в лісочку вистачить. Тому наступного разу дивіться 24 хвилини свіженьких новинок з Франкфуртського автосалону. Без жодного ведучого і реклами. Пішли. Пішли.